Всем привет, с вами Симона, и мы вернулись с важными новостями прошедшей недели. Собрали для вас самые актуальные изменения, чтобы вы могли вовремя реагировать и использовать новые возможности. Итак, сегодня расскажу о том, какие льготы введут в Греции для владельцев недвижимости. В Испании стали на шаг ближе к закрытию золотой визы. Стоит ли переживать? Сквотинг в Испании, наконец, будет преследоваться. Что изменит в законодательстве? В Турции растут иностранные инвестиции в разные секторы. Кто именно вкладывает в турецкие рынки? Неймар, известный футболист, прикупил себе пентхаус в Дубае. А за сколько, узнаете далее. Ну и последнее. В Португалии появится новая опция для желающих получить ВНЖ за инвестиции. Какая именно, расскажу. Если поставите лайк на видео и подпишитесь на наш канал. Поехали! Греция готовит серьезные налоговые льготы для владельцев недвижимости, чтобы облегчить им жизнь. Новый законопроект предполагает, что собственники, сдающие жилье в долгосрочную аренду, могут не платить подоходный налог 3 года. Правда, все не так просто. Необходимо соблюсти некоторые условия. В первую очередь, объект не должен превышать 120 квадратных метров. Далее, важно, чтобы договор аренды был заключен с сентября 2024 года по декабрь 2025 года. А срок аренды был не менее трех лет. Следующий пункт. Объект должен был либо пустовать, либо сдаваться на короткий срок. И в этом случае нужно было подавать декларацию в налоговую. Если ваше жилье соответствует всем критериям, то, поздравляем, можете не платить подоходный налог. Что еще изменится? С 2025 года налог на имущество снизит в два раза для той недвижимости, налогооблагаемая, стоимость которой не более 500 тысяч евро. Еще одна льгота. Покупатели новостроек не будут платить НДС до конца 2026 года. На секундочку, НДС на жилье в Греции составляет 24%. Так что это довольно привлекательное предложение для тех, кто планирует инвестиции в новостройки. Впрочем, есть еще некоторые условия, но не хочу вас перегружать цифрами. Переходите в наш телеграм-канал Property Show, там найдете всю информацию. Ссылочка будет в описании. Испания снова привлекла внимание благодаря важным изменениям в законодательстве. В Конгрессе одобрили законопроект, который отменяет программу «Золотая виза». Но сразу успокою вас, это не конец. Теперь закон должны одобрить в Сенате, а в нем большинство голосов принадлежит партии, которая против изменений. И даже если закон примут и «Золотая виза» прекратит свое действие, у инвесторов будет переходный период. Не стоит переживать. Всем, кто подал заявление на участие в программе до ее отмены, дадут время завершить процесс получения вида нажительства. А те, кто еще не воспользовался возможностью получить ВНЖ через инвестиции в недвижимость, есть время начать этот процесс. Если вы планировали воспользоваться этой программой, советуем поспешить именно сейчас, пока закон не вступил в силу. Еще одна новость из Испании, где наконец-то взялись за окупесов. Это такие наглые люди, которые могут безосновательно ворваться в ваш дом, жить там и не пускать вас. Таков испанский закон. По крайней мере, был, потому что сейчас обсуждают новые законодательные изменения. Они позволят полиции преследовать сквотеров и наказывать их за незаконное занятие жилья. К слову, сквотинг остается актуальной проблемой. В стране сейчас заняты без разрешения более 15 тысяч квартир. А процесс выселения незаконных жильцов требует много времени и ресурсов. Новый закон поможет владельцам быстрее решать эту проблему. Турция установила рекорд по привлечению иностранных инвестиций. За 9 месяцев года страна привлекла 7,7 миллиардов долларов. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы в недвижимость вложили более 2 миллиардов долларов, что говорит нам о стабильном интересе иностранных инвесторов к турецкому рынку недвижимости. Лидером по объему инвестиций стали Нидерланды – 19% от всех вложений. Далее – Германия и США. На их доли пришлось 12 и 11% соответственно. В общем, Турция продолжает привлекать инвестиции, в том числе в рынок недвижимости, где покупатели могут найти интересные предложения по доступным ценам. Дубай продолжает привлекать внимание благодаря своей роскошной недвижимости. Примером тому послужила одна крупная сделка. Недавно стало известно, что всемирно популярный футболист Неймар купил пентхаус в резиденции Бугатти за 54,5 миллиона долларов. Как вам сумма? В целом, было за что платить. Пентхаус Неймара оснащен лифтом, который будет доставлять его люксовую тачку прямо к дверям квартиры. Также в жилом комплексе предусмотрены все удобства для комфортного проживания. Частный бассейн с панорамным видом на город, ночной клуб исключительно для жильцов и пляж в стиле французской ривьеры. Кстати, резиденция Бугатти – это первый жилой проект от знаменитого автопроизводителя Бугатти. И он обещает стать знаковым объектом на рынке недвижимости Дубая. Находится этот проект в районе Бизнес-Бэй. Именно там сосредоточены самые высококлассные ЖК. Поэтому, если вы ищете именно элитную недвижимость, то Дубай станет идеальным вариантом. Португалия решила расширить свою программу «Золотая виза». Власти хотят добавить новый вид инвестиций. Опцию назовут «Солидарность». Почему так? Потому что вырученные средства от этой программы направят на социальные проекты, помогающие интегрировать мигрантов в общество. Ожидается, что минимальная сумма вложений по новой опции составит 250 тысяч евро. Сроки запуска программы пока что неизвестны. Однако, такое расширение «Золотой визы» может стать отличной возможностью для инвесторов, которые заинтересованы в социально-ориентированных проектах. Напомним, что ранее программа «Золотая виза» пользовалась популярностью, но именно за счет инвестиций в недвижимость. Однако, эту опцию, увы, исключили из-за роста цен на жилье и проблем с доступностью. Вот такие новости на сегодня. Если вы следите за рынками недвижимости и планируете инвестировать, то обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать наши видео. Оставаться в курсе событий – это уже половина успеха. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok